как одни вовсе и поход если бы так и спать 20 плана может быть тренировались как то узнает что игру против друг друга не исключаю этого момента я хочу сказать что больше очень хорош сейчас на самом деле посмотрим как он будет на сахар на 6 сетях для того что хорошие кушатский интересно зачем ставит так алтарь вилл шок честно говоря не совсем понимаю он на верх что собирается сбежать клип но против орк это рискованно адский может побежать сразу вперед латского тоже интересная застройка какая то прямо очень интересно парк не подсказывает sky g то что и лоун это еще на самом деле это не нова никакой игрок это олдскул еще со времен дэдмона так что парень шарит должен хорошо сыграть я думаю посмотрим что бы таски делать да у адского он грамотно так база делает на самом деле потом застроит бсбе бестиарий и обитель духов так что не подойти вот оно как но я так понимаю здесь какие то будут спрятаны барусы чтобы от застройки отбиваться в общем но тут очень до от бестмастера с кабанами если он придет по таймингу и прочим не в два экрана застройка не влазит хотя вроде ничего такого нет есть так подумать по просто он так поставил что он просто смотрит на будущее в принципе так ну и что что здесь у нас архмаг хорошо и что будет делать архмаг архмаг будет крепится нэн с ментами я думаю уже ли он пойдет магазин сразу чистить тут пор же нету хотя нет тут чувака кидает лс он кинет соответственно и пуршная лима тут без вариантов до интересных что будет кума делать с посмотрим самом деле но все-таки да с ментами выходит да наверное все таки он будет крепить здесь но наверно сначала должен пройти первый пурш после этого только да все грамотно он делает пурш пошел на футмана соответственно спокойно закрепит и заберет адский уже бежит к нему продавал тарь но заметь не купил венец благородства видимо так спешил сейчас хочет нахалявить хоть одного парня до нахалявил и сейчас еще нахалявит вотара или нет нет бы тыкать вархмага понимая что у него нет лавки ой вилл шок просто великолепен да он явно что-то знает про варкрафт потому что то как он вызвал элементария меня просто поразило он был вызвал его одновременно с пуржем то есть он знал когда будет кидаться пурш настолько точно что но как бы фишка в том то что сам вот этот бамба он же всегда кидает по одинаковому и тут видимо место не в точке как бы фишка не в точке где он кидал пурша просто он уже знает когда кидает по времени да да но все равно не столько точно хорош гоши нахалявил соответственно илья может прокачался он посмотрел как архимак уже почти прокачался на этом да ну добил одного крипа и лема второго крипа и это сейчас тоже надо забирать видела бы они замахивались замахивались кто же все-таки убьет она забрал очень грамм сложно сложно блэйд настолько мощность что там даже 4 футмена не могут перебить его урон так ух ума сейчас зафтык с фермы не ставит он ее пушку у него тоже 60 нужно дерево чтобы сделать ее да учатся от дерева но у него опять будет зафтык с фермы не хватает сейчас раб как только принесет сразу поставить фермы где там начинает крепить соответственно своих их опять гоши сзади к нему подходит адский ой хорош халявил мана сейчас будет в общем да отлично играет до сих пор нету шока да гоша просто все забирает и без проблем тут и менты пришли и все он пытается хоть засараундить как-то грантов но вот надо было отмувить их вправо к елке тогда был была возможность тут только пушка он блэйд добежит он увидел но думает нету не решусь когда она вдруг достроится пожжет чуть-чуть он блэйда потеряет он что он из-за этого не побежал тут грамм очень очень грамотно играет адский он вообще на этой карте это сложно это распространенная тактика на секрет вэли но вот на такой карте где архмат практически сразу второй левел получает это практически невозможно и тем не менее смогли сделать архмат до сих пор бегает первое это очень важно у него нету ману заметь заметь только сейчас ферму стал ставить виллшок он же лоу он ее очень долго не ставил сначала он прогредил пушку потом поставил магазин и только по столу первым начал ставить вот все архмат сейчас будет второй он решает забрать точку Ацкого но времени он конечно потерял чудовищное количество и здесь глаза здесь контроль карты и сейчас будет третий лава спорта если учесть что Ацкий уже почти третий согласись это тоже грамотно он сейчас придет на бару но ему бы с бестмастером сюда навалиться хоть и т2 но он пришел по таймингу немножко видишь не прогадал Ацкий с базой и отменит он у мбр ну здесь как бы как бы он не ставил если так архмат приходит а дома ничего нету он отменяет но он все равно можно было бы так базу застроить вот сместить барак чуть чуть выше например лавку чуть правее и на русском можно было бы вот здесь все воткнуть и Архимаг бы даже не прибежал если бы забежал там все равно футмена отменяли на такой стадии но разменял он отмененный вот этот вот бестиарий на футмена что в самом себе неплохо здесь блэйд почти третий ой Архмаг глощит но зря он это делает заметь он бежит за футом не бьет Архимага пусть знает что на ботинках он футат догонит а Архимаг то убежит хотя Архимаг в одной пачке с футами и он тоже подтупливает вот сейчас он увы вытащил из пачки хороший крит да он убьет и еще два-три удара и Арханку отменят еще ой поставил еще глазик десятский да тотально пока что орх доминирует и никаких шансов нет вообще да сейчас Арханку то отменят а где гранты то в это время у нас гранты у нас с СХ сейчас пойдут крепить оранжевую точку СХ как будет уже наверное третий заметь он здесь его держит вообще и он видит вот глаз он просветил понял что глаз ой 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 сейчас он Архимага будет тыкать и тп то ты никуда не сделаешь друг купил подхел сразу выпил и благодаря просветке он жалил еще блэйда блэйд испугался да то время стал расковать ой перчаточки для блэйда кстати выбил у нас СХ купил еще у нас персональный посох будет видимо налавнулась саму базу рабу гробов видимо чикать или еще что то такое сейчас посмотрим на месте Хумана я бы постерегся потому что когда орк был первый и второй то есть первым венволком он харасил просто безбожно даже не давал уровень получить заметь он с ментами пошел на магазин в то время СХ сейчас уже будет вторым когда МК у нас только первый блэйд здесь рискует он очень грамотно заметь он купил персональный посох телепортации только потому что он понимал что сейчас будет МК и менты он получит болт и получится раунд и с раунда он бы вышел и по КД бы молоток не откатился тоже очень грамотно он это просчитал и он понимал что он будет крепить лавку хотел здесь что-то нахалявить но не вышло сейчас менты пойдут обычными пацанами домой и соответственно ну хотя нет вовремя он их назад неплохо тоже кстати играет шок да тут вообще тотальное доминирование орка у него 3-2 в то время как у Хумана 2-1 потому что Shadow Hunter имеет опыта больше чем Архмак это просто ужас почему интересно не озаботились близзы на такой темы сделали бы один судья да допустим остальные все зрители и у судей было бы право возможности кикать лагеров например и так далее спамеров то вот некая сглаза то что вот люди которые лагают они хоть понимают что они мешают и выходят но есть же такие кто не выходит тем самым напрягает очень сильно это интересный вопрос но в это время СХ сейчас уже будет третьим после вот этого всего жезла иллюзий зря Блэйдом подбежал очень зря да не все равно третий будет не будет а хотя нет не будет третьим чуть чуть да не хватится буквально тут у нас МК пока наполовину 1 Архимаг 2 все с ментами пытается скрипить тогда непонятно зачем на эту точку было с ментами бежать как можно было на эту с оранжевым бежать тут иллюзия просматривал да адский думал что он уже где-то здесь на лагере наемников опять менты пока бегают в это время они лес не качают и заметь у него тыка опять по ферме вот он ее достраивает да только ну тут просто полный ужас Хуман ничего не может сделать он не застроить не может пойти потому что его все время Орк напрягает у него герои у него третьего Архмага нет и не будет еще очень долго а Орк получил 3-3 и все сейчас он может просто пушить Хумана и давать ему ничего и сделать и так и будет сейчас они еще встретятся в принципе просто вот крип с ментами это конечно неплохо но соответственно 5 человек этих ментов они не собирают лес и в этом вся проблема заметь у него по лесу беда 46-48 лимит у него по золоту беда здесь ну здесь лучше мне кажется все таки уж гонять ментов но хрипится вот он получает второй левел МК но это не важно важно то что Архмаг на 3-й и МК третьим не будет ой зачем-то это хотя да код убийста делает в это время первого на базе уже тут иллюзия СХ в принципе ну да тут особо СХ по этой менте иллюзии ты не палишь рейдер бежит СХ у нас бежит крипится сейчас я думаю они он хочет чтоб СХ был четвертый сейчас отведет сюда видимо адский понимает что он доминирует ну хотя не думаю что он будет ставить экспант хотя нет просто понимает в любой момент что он может принять бой в общем проблема поэтому он бегает с ментами полезно да сейчас можно поставить экспант это вполне нормальное было решение потому что кумы ничего не может сделать он 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 взял раб он понимает что со спины сейчас просто придет ну поздно здесь крип джека никакого не будет и орка и орку выгодно потому что у него тут рабы а он еще и не хочет сражаться вот отдает правда я бы на месте орка здесь сражался потому что вот так вот позицию получше взял он знаешь что еще понимал то что менты сейчас станут обычными рабами забыл грантаунс да это тоже хорошо но вот и орка рабы здесь сейчас спирит линк скролл оф зе бист и просто начинает орк казнить своего оппонента у него тотальное преимущество из-за того что очень прокаченные герои и начинает спадать кода съел спилбрейкер в это время соответственно блейд пытается нарезать мк потому что мк он хочет развести его на инвульс соответственно под хелл только остался у него нету ману у мк сейчас будет болт по блейду у него только свиток под хелл и да он кинул понимал что сейчас будет цеха пустой это последняя битва инвуль есть еще мк он сейчас по и ам то лег уже даже не заметил блейда блейда никак не убить потому что у него и свиток и там спирит линк входил и лава лап и еще два лечения у шадоу хантера ну что ж в одни ворота игра конечно но это гораздо более интересно